всем привет с вами Юлия и мой факультет рукоделия и сегодня мы с вами разберем узор по которому связан данный джемпер с алиэкспресс я не буду провязывать весь узор от первой петли до последней потому что это займет очень много времени и абсолютно ни к чему я вам покажу схему расскажу какие условные обозначения как провязываются вместе провяжем сложные моменты схемы и вы самостоятельно сможете повторить этот узор по схеме и так давайте приступим схему я нашла на просторах интернета вы ее также сможете самостоятельно найти через поиск либо вы можете пройти по ссылке под этим видео и скачать ее к себе либо вы можете взять эту схему у меня на страничке в инстаграм я оставлю ее для вас там схему составила елизавета шобина обработана магия вязания вот здесь все написано то есть это не мое авторство и я на него не претендую я просто вам расскажу как вяжется эта схема и так на что нам нужно обратить внимание во-первых схема состоит из 23 петель в ширину то есть это у нас раппорт узора кратно этим петлям вам необходимо будет рассчитать свое изделие и вычислить сколько раппортов узора будет у вас в ширину далее в высоту схема состоит из 30 рядов и на что я хочу здесь обратить ваше внимание вообще схемы бывают двух видов то есть схемы которые составлены только для лицевых рядов посмотрите 1 3 5 7 9 и так далее то есть такая схема провязывается в лицевом ряду вот те петли которые есть на схеме а в изнаночном ряду все петли вяжутся по рисунку то есть там нет никаких изменений в изнаночном ряду поэтому и схему рисуют так что изнаночного ряда не видно дальше смотрим вот здесь 17 19 21 22 23 то есть от середины схемы вот с этого момента в схеме дальше идет указание и лицевых и изнаночных рядов но схема составлена так как мы бы видели ее с лицевой стороны то есть когда мы будем провязывать здесь четные ряды нам нужно будет так сказать в зеркальном отражении менять петли то есть если здесь стоит лицевая петля то есть эта петля должна быть лицевой в лицевом ряду значит в изнаночном ряду она будет изнаночной если это изнаночная петля значит в лицевом она изнаночной должна выглядеть а в изнаночном она провязывается лицевой вот это вы должны хорошо усвоить то есть 21 ряда у нас в схеме есть и лицевые и изнаночные ряды и мы о них не забываем так быстренько пробежимся по условным обозначением то есть это у нас лицевая петля это изнаночная петля но также как я вам уже говорила здесь оговорка на то что в изнаночных рядах они меняются местами то есть место лицевой изнаночная и вместо изнаночной лицевая провязываются дальше накид в изнаночном ряду вязать лицевой накид в изнаночном ряду вязать изнаночной и я не вижу какой-то разницы вот в этих обозначениях возможно здесь закралась опечатка может быть здесь было обозначение каким-то цветом И я не вижу какой-либо разницы в этих обозначениях, поэтому если у вас есть какие-то предположения, можете поправить меня в комментариях. Это у нас значок двойного накида, мы рассмотрим, как он провязывается. Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Этот значок у нас применяется вот здесь вот в изнаночных рядах. Это изнаночные петли у нас провязываются по 2 вместе. И вот такой вот хитрый значок, я бы сказала, похожий на зайчика. Точно так же я покажу, что с ним делать и как он провязывается. Ну и конечно же у нас пояснение о том, что до 20 ряда в изнаночных рядах петли вязать по рисунку. С 21 ряда изнаночные ряды вяжутся по схеме. Об этом я также вам уже сказала. И я начала уже вязать свою первую деталь. Хочу дать вам кое-какие рекомендации. То есть мы набираем те петли, которые мы рассчитали для резинки. Помните, я вам об этом говорила в прошлом видео. Здесь я провязала резинку 2х2 необходимой мне высоты. У меня получилось 13 рядов и резинка тут по высоте 4 сантиметра. И резинку я провязывала специально нечетное количество рядов для того, чтобы у меня вот здесь вот на кромке получилась лицевая сторона. Мы знаем, что когда мы делаем классический набор петель, у нас есть вот тут вот изнаночная сторона, а вот здесь лицевая. И для того, чтобы она у меня оказалась на лице, я провязала нечетное количество рядов. Дальше у меня было 2 установочных ряда. Ну то есть то же самое туда-сюда. Первый ряд я вязала с лицевой стороны, почти все петли лицевые. Равномерно добавляла необходимое количество петель для того, чтобы выйти на то количество, которое я рассчитала. Я здесь добавила 15 петель. И одновременно я расставляла маркеры. То есть посмотрите, у меня вот здесь маркерами выделены рапорты узора. Вот у меня петли, так скажем, промежутков. Вот эти петельки. А это у меня одинаковыми по цвету маркерами обозначены рапорты узора. Тут же в этом же ряду я провязывала для того, чтобы отметить для себя изнаночную петлю. И рядом с ней вешала вот такой вот отличный от других маркер. Но это я для себя, чтобы не запутаться. Потому что считать придется вот в этом установочном ряду много. И это такая кропотливая работа, поэтому я себе ее облегчала. Я развесила вот здесь посерединке, там где у меня получились изнаночные петли, маркеры. Вот видите, у меня уже третий ряд идет, то есть первый ряд узора я сейчас вяжу. И вот я еще не дошла до этого маркера. То есть в первом ряду узора я их убираю, потому что дальше все уже будет видно. А для того, чтобы было удобно вам считать, можете вот здесь повесить эти маркеры. Потому что начнете провязывать изнаночный ряд, потеряете. Вот эту петлю придется распускать, пересчитывать, снова возвращаться сюда, ну и так далее. То есть два ряда у меня провязаны в эту сторону лицевыми. То есть лицевой ряд у меня пошел с изнаночной петлей вот с этой вот по серединке. То есть 12-я петля у меня провязывалась в каждом раппорте изнаночной. И точно так же я вернулась в изнаночном ряду. Все петли провязала изнаночными, кроме вот этих. Это у меня в изнаночном ряду были лицевые. Так, теперь давайте провяжем первый ряд узора вместе. Я вам покажу. Это я провязываю сейчас промежуток между рапортами. Вот у меня маркер пересняла. Вот начинается узор. 9 петель мне надо провязать лицевыми. И первый ряд, вот буквально я с вами провяжу подробно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9 петель лицевыми. Смотрим дальше на схему. У нас идет накид, две петли вместе с наклоном вправо. То есть мы тут же увидели значок, тут же смотрим на обозначение схемы. Две петли вместе с наклоном вправо. И вот эта средняя изнаночная петля. Она у меня уже есть. Вот она провязана здесь. Поэтому сейчас мне нужно провязать накид. Накинули накид на спицу. И вот эти две петли провязать с наклоном вправо. Раз и навсегда, чтобы не путаться. Не важно как вы вяжете классикой, бабушкиными, прабабушкиными петлями. Вот вам надо знать, что для того, чтобы петли не перекрестились, их надо провязывать за правую стенку. Вот смотрите, если мы посмотрим сюда, у нас есть правая стенка и левая. Вот мы развернули петлю, да? Правая стенка и левая стенка. Вот у меня, я вижу классическими, правая стенка находится впереди. И сейчас я буду эти две петли провязывать за правую стенку. И провязываю я их вот так. Вот смотрите, мои петли развернуты обе. То есть они у меня не перекрещенные. И вот эта вот вторая петля лежит на первой. Вот если вот так вот посмотреть, да, они развернулись вправо. Если вдруг у вас петли стоят по-другому. То есть, вот таким образом. Так, сейчас. Вот таким образом. Точно так же смотрите на них, разворачиваете петлю. Вот она у вас, правая стенка находится сзади. И вам надо провязать за правую стенку. Но, если вы эти петли провяжете за правую стенку, у вас получится, петли наклонились влево. Да? Видите? Поэтому, вот в этом случае, нужно петли переставить местами. И провязать за правую стенку. Таким образом, чтобы они наклонились у нас справа. Все. Я думаю, тут понятно объяснила. Дальше провязываю среднюю изнаночную петлю. Это 12 петля по схеме. И маркер я уже убираю. Тут мне будет все хорошо видно. Я дальше уже не буду им пользоваться. Далее по схеме у нас идут две петли вместе влево. И накид. Далее снова 9 лицевых. То есть, две петли с наклоном влево. Надо провязать. И если я буду провязывать за правую стенку, помните, у меня петли наклонятся вправо. Видите? Значит, я свои петли должна здесь переставить местами. Если у вас петли стоят наоборот, вы их просто провязываете вот так. За правую стенку. Все. Видите? Петли у нас не перекрестились. Обе в таком развернутом состоянии. И повернулись влево. Дальше мы делаем накид. И провязываем 9 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Переснимаем маркер. И у меня здесь остались вот эти вот петли, которые между рапортами. Тут лицевая гладь вяжется. То есть, я надеюсь, вы поняли, что с маркерами работать намного удобнее будет. Так, далее мы по схеме видим, что у нас здесь отсутствует второй ряд. То есть, он вяжется по рисунку. То есть, мы с вами повернули работу. И вяжем все петли по рисунку. То есть, если мы видим изнаночную петлю, вяжем изнаночную. Видим лицевую петлю, вяжем лицевую петлю. Сейчас у меня по рисунку, по схеме, помните, да, было 9 лицевых. Значит, 9 изнаночных провязываю. Так, 9 изнаночных провязала. Дальше у меня накид. В принципе, вот здесь нет никакой разницы. Можете провязывать этот накид изнаночный. Я его здесь провязывала лицевой. То есть, всегда накиды провязываю лицевой. Поэтому и здесь я оставила по-своему. Тут две петли у нас были. Просто изнаночная теперь петля. Вот она у нас средняя петля, которая в лицевом ряду у нас изнаночной. Мы ее провязываем лицевой. Здесь у нас изнаночная петля. Накид. И снова 9 изнаночных. Все вот таким образом. Видите, у нас с этой стороны получился уже видно рисуночек. Давайте покажу еще третий ряд. Вот 8 петель я провязала. Можете подглядывать в схему. Вот они 8 петель. Дальше у нас идет накид. Лицевая петля. Две вместе с наклоном вправо. То есть вот эти две петельки я сейчас должна провязать с наклоном вправо. Вы помните, как мы это делаем. За правую стеночку. Дальше. Изнаночная петля. Две вместе с наклоном влево. То есть вот эта петелька должна оказаться над второй. И я в своем случае эти петли переворачиваю. И провязываю за правую стеночку. Смотрю, чтобы петельки у меня не перекрестились. После мы провязываем одну лицевую петлю. Делаем накид. И 8 лицевых. До конца. Дальше смотрим. В пятом ряду у нас 7 петель лицевых. Дальше идет накид. Лицевая, изнаночная. Потом уже провязываются вот эти центральные с наклоном вправо. Изнаночная с наклоном влево. И здесь в зеркальном отражении изнаночная лицевая. Потом накид. И вот здесь остается 7 петелек. Вот этими петельками обязательно себя перепроверяйте. Их должно быть одинаковое количество с двух сторон. Итак, вот у меня пятый ряд. 7 петель я провязала. Дальше у меня идет накид. Лицевая. Там, где был накид, здесь у нас изнаночная будет. Вот эти две петельки я провязываю с наклоном вправо. Центральная, изнаночная. Эти две петли с наклоном влево. Дальше в зеркальном порядке. Здесь у нас была лицевая, изнаночная. А здесь изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Дальше уже будет понятно, как тут провязывать. Чуть попозже я вам покажу. Далее делаем накид. И провязываем остальные лицевые. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь в начале было, семь в конце. Значит, все правильно. Никаких ошибок я не допустила. Изнаночные ряды вяжем по рисунку до двадцатого ряда. И смотрите, я сейчас вяжу одиннадцатый ряд. Он начинается с четырех лицевых петель. И, в принципе, здесь уже можно не смотреть на схему. То есть, вы тут начнете и, скорее всего, поймете зависимость вот этой схемы. И, по крайней мере, до двадцатого ряда можно спокойно вязать, будет не заглядывая в схему. Смотрите, о чем я говорю. То есть, там было четыре петли. Их мы считаем, но для того, чтобы перепроверить себя. Раз, два, три, четыре. И мы знаем, что здесь на четырех петлях мы должны остановиться. Почему? Потому что вот здесь до накида осталась одна лицевая. И здесь мы должны сделать накид. То есть, это вот во всех, во всех рядах лицевых вот такое будет происходить. То есть, за одну петлю до предыдущего накида вы должны сделать еще один накид. Все. Здесь запомнили, четыре петли у нас было. Далее, смотрим по рисунку. Провязываем вот эти петли. Значит, у нас идет лицевая. Далее, изнаночная. Лицевая. Изнаночная. И вот у нас средняя изнаночная петля. До нее не довязали две петельки и провязали их с наклоном вправо. Далее идет центральная изнаночная. Следующие две петли провязываем с наклоном влево. Тут у нас все прекрасно видно. По рисунку вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и еще одна лицевая. То есть, после накида предыдущего ряда мы провязываем еще одну лицевую петлю и делаем накид. И смотрим, у нас осталось 4 петельки. Перепроверились, значит, все у нас связано правильно. Вот таким образом до 20 ряда вы можете спокойно контролировать то, что вы вяжете, даже без схемы. Итак, я провязала на данный момент 2 трети схемы. Если посмотреть на квадратик схемы, то это будет половинка квадратика. Но мы помним, что здесь каждая клеточка обозначает 2 ряда. То есть, 2 трети схемы у меня в данный момент провязаны. Дальше мы начинаем вязать 21 ряд. И здесь нам первый раз встречается вот такой значок. Это у нас двойной накид. То есть, мы должны провязать одну лицевую, двойной накид и дальше лицевая, изнаночная, лицевая. Но тут также мы будем вязать все по рисунку. Здесь будет все просто. И наклон вправо, наклон влево. Пока без изменений. Итак, вот у меня начинается раппорт узора. Первая петля у меня лицевая. Далее, перед этой петлей мне надо сделать двойной накид. Посмотрите, он делается вот так вот. Двойным обвитием спицы. Вот это называется двойной накид. Далее мы вяжем по узору лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть, мы должны довязать снова до центральной петли. И вот эти две петли сделать здесь с наклоном. Значит, вот эти еще провязываем по узору. Лицевая, изнаночная. Так, до серединки, до изнаночной петли. Вот они, две петельки остались. Мы делаем наклон вправо, провязывая их вместе. Далее вяжем центральную изнаночную петлю. И вот эти две петельки с наклоном влево. Так, здесь мы вяжем снова по рисунку. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Вот осталась у нас одна петля. Снова делаем двойной накид. И вот эту петлю провязываем лицевой. Вот так мы провязали 21 ряд. Следующий ряд у нас будет изнаночным. И я включусь, когда дойду до него. И теперь у нас 22 ряд, изнаночный ряд. Смотрите, вспоминаем о том, что схема нарисована здесь с лицевой стороны. То есть, те петли, которые здесь указаны лицевыми, с изнаночной стороны, мы будем провязывать изнаночными. То есть, первая петля у нас будет изнаночная. Дальше у нас петля изнаночная нарисована. Значит, там она будет лицевая. И вот такой вот новый значок. Смотрим. Это у нас лицевая, скрещенная на изнаночной стороне. Запоминаем, что вот эти две петли мы должны провязать над двойным накидом. Сейчас вы все увидите, я все покажу. Дальше у нас идут точно так же чередования лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И они будут в зеркальном отражении. И здесь можно уже не смотреть вот в этом месте на схему, так как вы там все будете провязывать по рисунку. Сейчас я тоже вам все покажу. И вот такие два значка. Это у нас провязываются петли две вместе, изнаночной, скрещенной и просто изнаночной. Так, две вместе. Далее снова у нас тут пойдет все по рисунку. И вот тут в обратном порядке, то есть сначала вот этот значок, скрещенная лицевая, затем вот эта изнаночная, которая должна быть лицевой. И теперь давайте рассмотрим, как это все будет провязываться. Вот у меня раппорт узора, первая петля. И если смотреть по рисунку, то она у меня изнаночная. Помните, первую я вам показывала, здесь пустой квадратик лицевая петля, то есть с изнанки мы ее провязываем изнаночной. Все правильно. Дальше у нас идет вот этот вот двойной накид. И сначала у нас по схеме изнаночная, которая должна быть лицевой, и затем лицевая скрещенная. Вот смотрите, сначала мы провязываем лицевую, вот так сняли. Аккуратно, не потеряйте накид. И дальше мы должны из вот этой второй половинки вот этого двойного накида провязать скрещенную лицевую петлю. То есть вот так мы подхватили здесь, вытащили петельку и провязали скрещенную лицевую петлю. Смотрите, дальше мы до серединки идем по узору. Не путайтесь, не ищите, где у вас там пустые квадратики с лицевыми, которые должны быть изнаночными, где наоборот изнаночные указаны, которые надо провязывать лицевым. Вот он у вас рисунок, просто вяжете его до... Не доходя две петли до серединки. Сейчас я вам покажу это место. Вот у нас серединка, вот она проходит. То есть две петли мы не довязываем, потому что нам сейчас надо их провязать вместе. И смотрите, опять же, вот здесь будем обращать внимание на то, как у нас стоят петли. Мои петли, как всегда, правая стенка у меня спереди. Так, и если я сейчас провяжу изнаночную петлю, вот посмотрите, я ее сейчас провязала, снимаю и показываю вам, что у нас получилось с лицевой стороны. Видите, петли совершенно не так, то есть мы должны получить вот такую косичку, а у нас здесь вот эта петля оказалась сверху и наклон совершенно в другую сторону. Поэтому мы вот в том случае, если петли ваши стоят так же, как у меня, мы провязываем изнаночную скрещенную. И я ее вот так вот переверну, накидываю нить на спицу и вот оттуда снизу провязываю изнаночную. Теперь смотрите, разворачиваю вязание и смотрим. То есть вы один раз определитесь, в каком месте, как у вас стоят петли и как они у вас должны провязаться. Вот видите, вот у нас получилась косичка. То есть наклон получился правильный, в правильную сторону, значит, вот такое скрещивание я делаю перед этой петлей. Если у вас петли стоят по-другому, то возможно перекрещивание вам надо будет делать вот в этом месте, после центральной петли. Дальше, значит, я провязываю центральную петлю. То есть она у нас на схеме, помните, везде изнаночная идет. Но в изнаночных рядах это лицевая петля. Вот она наша центральная петля. Мы ее провязываем лицевой. И вот здесь я вяжу обыкновенный, две вместе обыкновенной изнаночной. Смотрите, давайте так же перепроверимся. Я поворачиваю вязание и смотрим. То есть у меня получилось все так, как надо. Петли повернулись в нужную мне сторону. Да, видите? Вот серединка. И вот эта косичка продолжается. То есть, когда вы будете провязывать вот эти вот двойные петли, обязательно переворачивайте и смотрите, что у вас получилось. Один раз определитесь и дальше уже будет все понятно. Дальше мы вяжем по рисунку до двойного накида. То есть тут не надо опять ни о чем думать. Смотрим, какие петли у вас здесь стоят, те и провязывайте. Вот он двойной накид. И здесь в схеме, помните, у нас наоборот. Так. Здесь была лицевая, потом скрещенная, здесь скрещенная, потом лицевая. И сначала я провязываю, вот так вот подхватываю за заднюю стенку вот этот первый накид и провязываю его скрещенным лицевой петлей. И следующая лицевая. Все, последняя петелька по рисунку изнаночной. Вот таким образом провязывается изнаночный ряд. И смотрите, мы с вами уже рассмотрели все элементы этой схемы, то есть мы уже провязывали накиды, мы провязывали петли двойные на лицевой стороне, провязывали двойные петли на изнаночной стороне, делали двойной накид, провязывали скрещенные петли. Все больше в этой схеме каких-то непонятных знаков нет. То есть вы дальше справитесь и самостоятельно. Смотрите на схемочку. Помните, здесь вот мы провязываем все по рисунку, а здесь главное не пропустить вот этот двойной накид и потом провязать его одной лицевой и одной скрещенной. А здесь наоборот, сначала скрещенная, потом лицевая. Вот таким образом вяжется этот узор. Ну что ж, я надеюсь, вам понятны были мои объяснения и на основе моих рекомендаций, включив свою логику и расставив какие-то свои якоречки этой схемы условной. Да, я про условные якоречки говорю. То есть, если вы будете отмечать для себя какую-то закономерность, где петли прибавляются, где убавляются, в каких местах провязываются накиды и убавки, вы легко запомните эту схему и уже начнете вязать ее буквально со второго повторения рапорта уже не заглядывая в схему. Схема запоминается очень быстро и я думаю, вы с ней справитесь однозначно. Вы знаете, мне очень нравится, что у меня получается. То есть, именно вот с этим размером листочков из этой пряжи. Если вам интересно, как будет продолжаться мой проект, как я буду ввязывать горловину, рукава, проймы и так далее. Пишите в комментариях, если вам интересно, буду снимать дальше и делиться тем, что у меня получается. Ну, а на сегодня у меня все. Все, что я вам хотела, я уже рассказала. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Приятных вам рукодельных вечеров!